Сразу задает вопрос Максут Ибрагимов, а где прямой эфир? Как где? На YouTube Планета дзюдо. Вот. Я Роман Карасев. Приятно познакомиться, Максут. Ну что, Максут, дзюдо это тяжело или легко? Дзюдо, смотря как к нему подходишь. С какой стороны подходить? Да, если ты ставишь для себя какие-то преграды, то это, конечно же, тяжело. А если нет никаких преград, и ты, которые перед тобой стоят, бордюры, проблемы, ты их преодолеваешь, то легко. А есть секрет вот того, чтобы дзюдо стало не тяжело? Какой-то секрет? Может, какая-нибудь витаминка есть? Нет, витаминки нет, есть трудолюбие. Которые, может быть, тебя приведет к этому. Не знаю. Ну, у каждого свой подход. Кому-то оно тяжело дается, кому-то попроще. Ваш подход, Максут. Ваш подход. Что вам помогло, чтобы дзюдо не было тяжело? Ну, я не говорил, что мне дзюдо легко. Хорошо. Что вам тогда дало преодолевать вот эти барьеры в дзюдо, которые вы преодолели? А по вашему послужному списку, так сказать, в соревновательном дзюдо вы немало барьеров преодолели? Наверное, мне кажется, мне лично помог в этом тренер. Психологически меня где-то настроил, заставил поверить в то, что я смогу преодолеть эти барьеры. И с нашей совместной работой у нас получилось это. Не все, правда, но какие-то барьеры мы преодолели. Хорошо. Тренер. Тогда скажите хотя бы пару слов. Я думаю, что многим будет интересно узнать, где начался ваш путь в дзюдо. Начался ли он с дзюдо? Кто ваш первый тренер? Город, клуб? Вообще, вот маленькую какую-то историю о себе. Я имею в виду о себе в дзюдо. Ну, начался у меня путь в городе Кизилюрте, республика Дагестан. Вот, откуда же и наш олимпийский чемпион Мансур Исаев. Вот мы с одного зала с ним. Тренер у меня Джабраил Сирождинович Магомедов. В детстве я начал заниматься там. И по окончанию школы я уехал учиться в Саратов. Вот. И как-то уже думал, что дзюдо все, оставлю. Как-то на учебу больше акцент сделай. Но так сложились обстоятельства, что я вернулся в спорт. Начал заниматься и по сей день тренируюсь. То есть, я так понял, была какая-то пауза у вас, да, в таком выборе продолжать такую профессиональную деятельность в спорте или не продолжать? И с чем это было связано? Ну, может быть, более так, ну, пошире расскажите. Ну, отец очень хотел, чтобы я был военным. И после окончания школы, ну, я поступил в военный институт в Саратовской области, в городе Вольске, есть высшее военное училище тыла. Вот. И как-то, чтобы туда поступить, нужна была подготовка. И как я шел к этой подготовке, ну, готовился, все, поступил. Но, к сожалению, я там отучился всего один год. И по некоторым причинам оставил это в военный институт и вернулся обратно в спорт. Начал заниматься, тренироваться в городе Балаково. Небольшой город есть в Саратовской области. Крахмалев Михаил Максимович. Вот. Года полтора-два я позанимался там, и меня пригласили в Саратов. И начал в Саратове. И вот по сей день я тренируюсь у Васильева Владимира Петровича. Максут, вы продолжаете спортивную карьеру? Или вы уже думаете о том, чтобы не продолжать? Ну, вот вы знаете, вот у меня как бы мысли были все уже оставлять спорт. Ну, буквально два-три месяца, и все горит. Хочется обратно смотреть соревнования, как борются другие. И, конечно же, вот на сегодняшний день у меня так, что я обратно хочу. Понятно, что не на каждой турнире ездить, но где-то бороться все-таки желание есть. На сегодняшний день, по крайней мере, так. Ну, вот не секрет, что, конечно же, Дагестан – это такая часть планеты Земля, где очень развита вообще вот такая культура борьбы. Практически с пеленок, можно сказать, ребята, дети, ну, как-то участвуют в каких-то таких вот борцовских играх, так назовем. И, конечно же, славится и своей, ну, как бы, вольной борьбой, да, Дагестан. Как так получилось? То есть это тоже было уже на генетическом уровне у вас прописано, что вы будете борцом? Или все-таки у вас был, ну, как у любого человека, есть выбор, да? Кем он будет? Ну, у меня выбора не было, потому что у меня много родственников, кто занимался дзюдо. И, вот, знаете, я по нации аварец, район у нас Лератинский. И у нас очень много дзюдоистов, есть и именитые, есть кто просто, как бы, ну, вот именно дзюдо занимается. Как-то больше в нашем районе дали предпочтение дзюдо. И, соответственно, я не знаю, мой отец, наверное, когда я у него родился, он, наверное, посмотрел на меня и сказал, точно будет, на дзюдо пойдет. И меня, как бы, в первом-втором классе привели в спортзал. И я вот начал заниматься. Это, как бы, скажу честно, в начале это как-то было, то, что у меня туда вариантов не было. По-любому и со временем я очень полюбил этот вид спорта. И ни один день не жалею, что я им занимался и что я выбрал именно этот вид спорта. Хорошо. Большой спорт подразумевает, ну, как бы, большие, все-таки, наверное, я так думаю, усилия, да. Ну, то есть, постоянное, ну, как в любой трудовой деятельности, да, когда ты выходишь на профессиональный уровень. Как вы, ну, нужно же отдыхать, да, все-таки, иногда бывает от работы. Как вы проводите, ну, такие релаксационные, да, рекреационные мероприятия для себя? Что для вас, вот, ну, как бы, отдых, отдых, вот такой основной тренировочной деятельности? Ну, смотря какой тренировочный процесс. Если я на сборах, то, конечно, просто полежать, отдохнуть, просто выспаться. Ну, и, соответственно, прогулки. Очень люблю пешие прогулки, прогуляться на свежем воздухе. Вот, а если, соответственно, дома я нахожусь, то там, конечно, интересов побольше. По-разному. Люблю, как бы, и на рыбалку сходить, и поплавать люблю в свободное время. Что еще? Не душу, не шоу. Ну, в основном, скажу честно, просто полежать, отдохнуть и не бороться. Потому что понимаешь, что на следующий день тебя обратно на тренировку, кимоно, и как-то надо поднакопить сил, убрать эту усталость и снова бой. Поддерживаете ли вы связь сейчас со своим клубом, откуда вы начинали, с Кизельюртом? Как там вообще сейчас обстановка с дзюдо? Насколько, ну, так вот, мощно идет развитие? Ну, мне кажется, все-таки мощнее он был, когда мы там тренировались, мне так кажется, на сегодняшний день. Таких больших результатов пока еще нету. Но каждый раз, когда я приезжаю домой, я обязательно одеваю кимоно и захожу в спортзал с молодыми ребятами как бы подвигаться, побороться, поделиться опытом. Вот это, я не знаю, обязательно. Я захожу в родной спортзал, вот эти стены, и как-то внутри у меня такое, ну, приятное чувство. И то, что вот там я могу поделиться с ребятами, они еще спрашивают, интересуются. Ну, в общем, вы участвуете в процессе? Участвую, обязательно участвую. В домашнем клубе. Да. Вот то поколение, которое со мной росло, я знаю, где, кто, какой результат показал, где, кто, как выступил. А вот сейчас, в последнее время, ну, как-то особо не интересуюсь. То есть, спрашиваю, конечно, как есть, результат нет, но таких больших побед пока еще не слышал. Но надеюсь, что все впереди у этого клуба. Победа для того, в спортивной школе. Вы сейчас почетные гости праздника джудо, кубок динамовец, динамовца. Вы динамовец? Я росгвардеец. Ага, значит, вы армеец, так назовем. Но это не мешает вам присутствовать на динамовском мероприятии. Что-то уже похвально, потому что некоторые бывают, говорят, ах, какая я такая. Как вы относитесь вообще? Ну, или вы за спорт вне границ? Я за спорт вне границ. И я только рад, что меня пригласили. И то, что оно развивается, неважно, будь то армия, динамо, или там трудовые резервы какие-то. Вообще считаю, что без разницы. Главное, что оно развивается. Дети привлекаются, борются, интересуются. Вот я от этого получаю удовольствие. А не кто, в какой я команде. В Росгварде или Динамо для меня вообще не имеет значения. Я сам, ну, когда помоложе был боролся, я боролся среди профсоюзов. Вообще другая сфера как бы была у меня, когда юниором был еще. Вы сегодня были наставником команды, которая чудом или не чудом, вашими, как говорится, молитвами или не вашими, но сумела показать все, на что она могла показать. И ваша подопечная, так назовем, интересный вот такой формат была, и вы были наставником, одержала, ну, такую, может быть, не совсем убедительную, но хорошую победу против команды, которую возглавлял Абдул Абдул Жалилов. Как вообще вам вот такой формат финальных встреч и вообще как вы себя чувствовали на посту главного тренера? Очень интересный формат, хочу сказать, сам бы поучаствовал в таком формате. Вот, команда молодцы, вообще ребята боролись там, правда, незначительные преимущества, но выиграла, показала характер команда, поэтому молодцы. Я особо, как перед схваткой, просто там какие-то слова им сказал, ну, а так, в целом, они сами дома готовились к этому, и это их уверенная, заслуженная победа, считаю. Как вы думаете, что, что дает уверенность в хорошем истечении, ну, как бы, результатах, в хорошем результате, что дает уверенность? Вот для вас лично, что давало вот уверенность? Как, для меня лично, так, ну, настрой давало мне уверенность, потом провел какую-то определенную работу, я понимал, что за моими плечами столько работы, и мне это придавало уверенность, что я готов, что я смогу. Вот этого мне было достаточно. Сегодня меняется дзюдо по сравнению с тем, что когда вы начинали в этом возрасте или сейчас, кого вы могли подметить для себя, что вы вот увидели такое, что вас вот как бы вот заинтересовало, вот как вот ребята вот и девчата? Ну, когда мы были в таком возрасте, были совсем другие правила, другие оценки, и вообще специфика борьбы была совсем другая. А сейчас, как бы, больше, наверное, классика, и что-то подметить даже не знаю, я, честно сказать, этот возраст, ребят, совсем не знаю никого. Мало, вот тут есть команда Саратова, там, с моего зала, ребята, где я сам тренируюсь. Вот их как-то я еще знаю, а вот остальных, честно сказать, я первый раз там, может, вижу. Вот, а что поменялось? Ну, вот вы видите, допустим, смотрите на ребят, видите, можете определить вот так, знаете, как мне говорят, профессиональный тренер, он сразу может по глазам там определить, там, есть в нем что-то в этом парне или нет. Вот вы как вот наблюдали, находили таких ребят или девчат, что-то в них есть какая-то, искорка в глазах? Вот таких, знаете, вот, когда я боролся, и младшие меня ребята начинали расти, я где-то на соревнованиях с ними сталкивался, я вот во время борьбы ощущал это, а вот так, что по глазам, у меня нет такого опыта и тренерского, и вообще как-то по глазам не особо могу определить спортсмена. А вот во время борьбы, да, я вот мог как-то прочувствовать, не знаю, и для себя в голове, как бы понимал, что парень, если будет стараться идти дальше, то обязательно от чего-то добьется. Вот несколько раз я такой, такие моменты как бы были. Немножко хочу вернуться к здоровью и спорту высших достижений. Ну, понятно, что большие нагрузки, да, в спорте высших достижений, они неотъемлемая часть. Как ваш организм справлялся, были ли у вас какие-то сложности, травмы, и как вы преодолевали эти сложности? Ну, травмы, я имею в виду, со здоровьем, может быть, если были такие? Были, да, конечно, были травмы, например, вот лично у меня были проблемы со спиной, которые я не мог как-то преодолеть. Но врачи говорили, что все, там любое движение, и там можешь остаться вообще без ничего. Были такие несколько раз моментов. Вот, ну, не знаю, меня тренер убеждал об обратном, и я сам в этом убеждался, то, что врачи, как бы, все равно, они, как бы, раньше времени хотят остановить вот этот весь процесс, лично я так считаю, но, несмотря на это, я преодолел, закачал там свои травмы, преодолел их, и вот после этих травм начал показывать определенный результат, как-то пошло все у меня в гору, несмотря там на проблемы, которые у меня были. То есть, можно сказать так, что врачи даже более замотивировали вас? Ну да, они, как бы, изначально говорят тебе, что вот у тебя такая проблема, и какие могут быть последствия. Ну, раньше времени, я считаю. Я как-то думал, все, вы уже оставляете. Это профилактика. Ну, тренер меня прям говорил, не слушай, вот вперед, вот. Ну, он был прав. Не знаю, как, но он был прав. Хорошо. Что вот ближайшая перспектива у вас? Ближайшие, так и не перспективы, а ближайшие планы для вас? Ближайшие планы, ну, вот не знаю, как со спортом. Думаю, еще один чемпионат страны отбороться. Желания есть огромные, но не знаю, как пойдет. Я вот вернулся к тренировочному процессу. И еще все-таки хочется и опытом поделиться с ребятами в зале. Они все смотрят, равняются. Не хочется так просто оставлять, хочется поделиться, конечно же, опытом. И, не знаю, возможно, еще даже побороться, еще один чемпионат страны. Заключение нашей беседы, короткое, так можно сказать. Следующий год, он будет годом таким юбилейным для дзюдо. 60 лет, как дзюдо включил в олимпийскую программу. Первые олимпийские игры были в 1964 году в Токио. И вот 60 лет на следующий год, такая юбилейная дата. Плюс олимпийские игры в Париже. Что бы вы могли пожелать вообще всему мировому сообществу дзюдо в этой связи? В первую очередь, хотелось бы пожелать всем без травм, мирного неба над головой. И чтобы каждый добивался, который он поставил себе задачу, цель, чтобы он ее обязательно добился. Это все так же развивалось и отличный вид спорта. Максут, спасибо вам большое. Я очень рад был с вами побеседовать. Надеюсь, те, кто слышал нас или потом послышают, когда уже в записи, что-то для себя новое узнает о вас, что-то подчеркнет из ваших слов. И это будет, так сказать, ваш вклад в популяризацию дзюдо. И в своем родном городе Кизюльце, и в Саратове, где вы сейчас живете, ну и также в других городах на всей планете Земля. Спасибо вам и с вами еще, я надеюсь, мы не раз увидимся. Нам спасибо большое, что пригласили, побеседовали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok